Привет, друзья! С вами снова Стас Быков и сегодня мы с вами поговорим на тему YouTube. У меня на канале появилась возможность создавать премьеры. Посмотрите обязательно в своей творческой студии, появился у вас данный функционал или нет. Что нам дают эти премьеры? Теперь мы можем планировать совместный просмотр своих видео вместе с подписчиками или новыми зрителями. Также мы можем их рекламировать и монетизировать, что не менее важно. Предлагаю в сегодняшнем видео уроке все изучить вместе со мной и поймем, когда лучше их использовать и когда не нужно. Итак, погнали! Нажимаем на кнопку подробнее и мы попадаем на обучающий видео урок, который идет 3 минуты прямо от компании YouTube Creators. Здесь все по-английски, но если вы включите субтитры, то вам все станет понятно. В принципе, здесь все, вам будет этого видео урока достаточно, но я бы хотел добавить свои комментарии, которые помогут вам разъяснить ситуацию и скажу, когда же лучше все-таки правильно и оптимально использовать данный функционал. Итак, смотрите. Под этим видео я оставлю ссылку в описании на справку YouTube. Вот здесь специальный раздел появился. Премьера это новая функция, которая дает возможность публиковать видео в формате, похожем на премьеры кинофильма или сериала. То есть, это по типу прямых эфиров, но вы здесь не вживую будете уже рассказывать в режиме видео, а просто заготовите заранее видеоурок, видеоролик свой. И потом, когда будет день премьеры, стартанет премьера, вы сможете в чате уже общаться с аудиторией. Давайте посмотрим на конкретном примере. То есть, я просто добавляю видеоурок свой, вы свой видеоролик тоже добавляете. И при добавлении у нас справа появился новый блок. Премьера новый способ общаться со зрителями. То есть, запланируйте премьеру, поделитесь со зрителями ссылкой на страницу просмотра. Ссылка данная останется после того, как пройдет премьера. Это самое прикольное. У вас видеоролик будет находиться по этой же ссылке. Обсуждайте премьеру вместе с поклонниками еще до ее выхода. Смотрите новое видео вместе со зрителями и обсуждайте его в чате и комментариях в режиме реального времени. Смотрите, что мы можем сделать здесь. В режиме ограниченного просмотра мы не можем включить премьеру. Для этого нам нужно сделать по расписанию. Делаем по расписанию, делаем галочку премьера и здесь просто настраиваем, когда у нас будет дата выхода этого видео урока. Смотрите, самое интересное, что сразу же появится ссылка и люди смогут в чате общаться с вами и также будут получать оповещение. Далее, посмотрим, что здесь написано. Здесь я вам уже все рассказал, как включить. До начала премьера будет создана страница с открытым доступом. Видите, подписчики, у которых включены уведомления, получат два напоминания о премьере за 30 минут до ее начала и прямо перед показом. Это очень интересно. Совет. Попросите подписчиков установить напоминания о премьере. Сделать это можно в закрепленном комментарии, описании видео или в общем чате. Во время эфира за 2 минуты до премьеры мы запускаем обратный отчет. Отчет до его истечения начинается показ видео. В пользователе доступна только перемотка назад. Перемотка ролика вперед нельзя. Это понятно, что как и видеоплеер в прямых трансляциях. Вы можете видеть количество зрителей в реальном времени. По завершении ролик остается на вашем канале, о чем я уже и говорил. Запись чата будет доступна зрителям и после премьеры. Отключить ее можно в любое время. Смотрим. Страница просмотра премьера. Вот так вот выглядит страница просмотра. То есть здесь справа будет чат, там же есть супер чат. Также ваши сообщения будут выделяться. То есть здесь вот оповещение под цифрой 2, это сколько времени осталось до премьеры. А под цифрой 3, то есть сколько просмотров, название вашей премьеры. Все очень просто. Добавьте точные мета данные, есть рекомендации. Создайте собственный значок для видео. Поделитесь ссылкой на страницу просмотра во вкладке сообщества и в социальных сетях. Напишите комментарий. Вот такую активность нужно сделать, когда вы создаете премьеры. Как монетизировать премьеры? Три версии, три возможности. Это показ рекламы, то есть вы включаете рекламу и перед началом премьеры зрители увидят рекламу. Далее супер чат, то есть зрители смогут оставлять супер сообщения, которые выделяются отдельным цветом и конечно же более заметны. А также спонсорство, то есть зрители могут спонсировать ваш канал. Смотрим теперь частые вопросы. Что происходит с видео после премьеры? Ролик остается на вашем канале, его можно будет смотреть, как и все остальные видео. Видите, все очень интересно. Как зрителям перейти к премьере, после того, как вы его запланируете, будет индивидуальная ссылка. Можно ли начать премьеру сразу после загрузки видео? Да, просто установите для ролика открытый доступ и отметьте его как премьеру. Показ начнется, как только завершится обработка контента. Прикольная, прикольная функция. Какая статистика по премьерам доступна авторам? Авторы могут просматривать данные о премьерах стандартных отчетах YouTube Analytics. Можно ли отменить премьеру после ее публикации? Нет, нельзя. Все очень просто. Ссылку я на эту справку тоже оставлю в описании. Если что-то непонятно, обязательно посмотрите. И знаете, новые возможности открывает нам YouTube и все их нужно использовать. Это реально, это прикольная возможность. Вы таким способом можете наладить свою коммуникацию с новыми зрителями, с вашими подписчиками. Я, конечно, не рекомендую каждый день делать премьеры. Но если правильно и с умом это использовать где-нибудь раз в неделю, но раз в месяц, вот где-то так, делать премьерные показы именно каких-то ваших отличительных видеороликов, не те, которые вы ежедневно выпускаете, чтобы вот именно в этот день, в день премьеры у вас прям вау было. Тогда, я думаю, это будет интересно и это будет мотивировать ваших зрителей, например, каждый понедельник или один понедельник в месяц приходить на эти премьеры и вести коммуникацию с вами. Конечно, если вы будете делать это часто, я думаю, такого ажиотажа уже не будет. Сначала он будет, а потом спадет на нет. И вы уже просто не будете в онлайне собирать людей. Лучше пореже, но это будет наиболее эффективно. Так, напишите, пожалуйста, у вас появились ли вот эти премьеры в творческой студии, потому что очень интересно, доступ дали всем или только каналам 100 тысяч, у которых есть. Также напишите, какие вопросы у вас вообще возникают по записи видео, по написанию сценария, вообще по всем, по раскрутке, по монетизации. Потому что очень важно, чтобы у нас тоже была обратная связь, и те темы, которые вас волнуют, обязательно пишите в комментариях. Я на них буду записывать отдельные видео уроки. Поставьте обязательно лайк. Чем больше лайков, давайте хотя бы 300 лайков на данном видео уроке наберем. И быстрее будет следующая тема, следующая тема именно по ютубу. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. С вами сегодня был Стас Быков. До новых встреч. Пока-пока, ребята. Субтитры сделал DimaTorzok